здравствуйте друзья вы видите ободранную ну или скажем так недоделанную еще стену вот будет тоже тут проволочка потом штукатурка и вот 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 он фундамент который был сделан видите а сверху на бетон вот такие уже шпалы можно сказать так я условно их так называют они пропитаны там какой-то химией вот шпалы уже входят вот такие металлические фиговины название не знаю я думаю же нас тут люди которые у нас на канале лучше скажут как все называется вот и значит привел мальчика контрактор ему 7 лет и он говорит парню 7 лет вот он уже теперь со мной начинает потихоньку работать ну сегодня суббота день выходной мальчик мальчишка очень симпатичный мне понравился вот так вот ребята растут становятся строителями а это так в целом вот там соседи смотреть какие у людей грейпфруты вымахивает просто страшное дело да вот тут петушок у кого-то покрикивает вообще такое сельское зрелище такая вот сельская идиллия суббота а это тоже сельская идиллия но немножко так под другим углом то есть петушки потрясающе из полуал то однако то что справа друзья это забор к соседям то что слева это стена нашего дома светочка объясни что посредине у нас иди сюда ближе к камере там поставили с той стороны обогреватель и он же является кондиционером он уже установлен это он но тут вот такая труба трубища и стены это все к нему что ли да да это вот вода должна стекать вон там палочка да потому что там вот вот он там находится и там с него конденсат здесь наверху стоит с той стороны стоит кондиционер и это хитр 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 это к нему палочку вот так тут идет труба тут электричество это видимо панель управления это видимо ну надо сказать что в этой панели управления есть только кнопки две кнопочки да нет перебьемся вот такая фигня друзья вот вам и кондиционер так что-то не очень это собрали да то есть он так в пластике понятно в прошлый раз друзья мы переживали что обогреватель повешен был высоко а сейчас его опустили вниз посвеченному так сказать проекту да потому что объясни вот люди говорят а чего же вы обогреватель и за дверь так надо во-первых эти обогреватели они должны стоять за только на внутренней стенке то есть они по определению не должны стоять на наружной стене хорошо это первое второе вот это панель специально делается для того чтобы она не накрывалась все тепло идет вверх поэтому ничего не мешает поэтому ему конечно важно быть внизу чтобы прокачать воздух но самое главное что это экономия и место и денег он очень экономичный и если человек хочет что-то прогреть то он закроет дверь а если он дверь не закрыл так видимо он и не хотел ничего прогреть да и кроме того он управляется вот термостат висит так давай я покажу вот у нас на стеночке покажи вот висит термостат вот он ставится там на температуре и этим включается удобно значит тут покрутил а вот откликнулась именно к этому устройству никого доступа быть не должно потому что единственное что нужен уже нужен термостат вошел это сама включила моментально накрывается и все ну хорошо а то что за дверь так это удобно а где тут еще вешать то его тут вешалки будет а вешалку убрали тут была вешалка параллельно дырки а значит поклевали ну отлично хорошо а в комнатах повесили большие почти смотри а это уже как бы комнатного размера не на ванную да это же внутренняя стенка да то есть у нас мы не хотим ни на одну из этих стенок видишь они все наружные внутренняя стенка закрыл дверь человек себе хочешь ему было теплее вот здесь будет термостат висит поставил термостат почем такой обогреватель если вы кто-то интересует они очень дешевые они что-то долларов я не помню сколько 110 стоит или что-то они очень дешево и к ним дак не у них я читала значит про них что в целом люди ими довольно чудесный них минус у него у самого нету терморегулятора и сам включение выключение она не малюсенькая такой малюсенькой очень ломается быстро поэтому мы эту проблему решили тем что мы теперь держим все время включенным а регулируем его с помощью термостата и все я понял то есть мы не используем его его собственный включатель и выключатель хорошо и он говорит еще экономичный он очень экономичен да причем он нагревает он бесшумные у него нет движения движущихся частей он просто протягивает воздух сам по себе естественным образом за счет естественного движения теплого воздуха вверх